Здравствуйте, дорогие пятиклассники! Мы начинаем урок русского языка и литературы. Его провожу я, Брежатюк Ольга Ивановна, учитель высшей дидактической степени лицея имени Гоголя города Кишинева. Итак, сегодня мы с вами будем работать с приставками на З и С. Приготовьте тетради, ручки и учебник. Тема нашего урока – правописание приставок на З и С. Это урок «Закрепление». И сегодня мы с вами продолжим изучение приставок. Цели нашего урока – закрепить умение правильно писать приставки на З и С, отличать приставки от корня и от приставки С, правильно писать слова с удвоенными С и З на стыке приставки и корня, приставки раз-рос, раз-роз и будем развивать творческие способности. Успехов нам! Итак, мы начнем с вами с каверзных вопросов. Но сначала давайте познакомимся с этим, я думаю, не очень хорошо знакомым для вас словом «каверза». Итак, однокоренное слово к слову «каверзный» – слово «каверза». Что такое «каверза»? Это слово многозначное, мы с вами уже знаем, что слова могут иметь несколько значений. Это злая интрига, происки, затеваемые с целью запутать что-то, повредить кому-то. Это подвох, это коварная злая шалость, это проделка. И это скрытая трудность, грозящая неприятностями, осложнениями. Ну, а прилагательное «каверзный» обозначает заключающий в себе каверзу, с трудом разрешимый, запутанный. Это слово разговорное, ну и слово «каверзный» употребляется в значении «склонный к каверзу». Итак, каверзные вопросы, с которыми мы сегодня с вами столкнёмся при закреплении правила правописания приставок. Как вы думаете, может ли в слове быть несколько вопросов? Конечно, может. Например, слово «преподаватель» – перераспределение, невосполнимый. А приставка, мы знаем, это значимая часть слова, которая стоит перед корнем. А может ли приставка прятаться в середине слова? Да, оказывается, приставка может прятаться и в середине слова. Это происходит тогда, когда мы сталкиваемся со сложными словами. Например, в слове «водопровод» вот у нас корень, потом идёт соединительная гласная «о», потом вот она приставочка «про». В слове «сумасшедший» две приставки «с» в начале слова и «с» перед вторым корнем. Или такое длинное слово «деревообрабатывающие». Здесь есть приставка «оп». Итак, мы видим, что приставки не так уж и просты, как нам казалось сначала. Теперь посмотрите, пожалуйста, на слова и подумайте, в какой строке или в каких строчках абсолютно во всех словах есть приставки на «з» и «с». Итак, «разбитый», «разваленный», «разный», «расписание», «растение», «расколоть», «исследователь», «происшествие», «исполнитель», «роскошь», «росчерк», «розыск», «восход», «воспитание», «восстание», «низкий», «низвергать», «низвести». «Низвести» – это значит «снизить», «понизить». Присмотритесь, пожалуйста, внимательно и проверьте. Наверное, уже в самом вопросе содержится доля ответа. Итак, отличайте морфемы друг от друга. Не путайте корни с приставками. Итак, давайте проверим ответы. В первой строке у нас есть слово «разный». В слове «разный» «раз» не является приставкой. Во второй у нас есть слово «растение». Здесь корень «раст». Значит, не во всех словах есть приставки. В третьей строчке давайте проверим. «Исследователь» – приставка «ис», «происшествие» есть приставка. «Исполнитель» тоже есть приставка. В четвертой слово «роскошь». «Роскошь» – это слово, которое состоит из корня. Следовательно, приставки здесь нет. «Росчерк», «розыск». Здесь приставочки есть, но эта строка вам не подходит. «Восход», «воспитание», «восстание». Здесь есть приставки во всех словах. И шестая строка – «низкий». В слове «низкий» корень «низ». Следовательно, эта строка нам не подходит. Слово «низвергать» мы уже сталкивались с этим словом. И есть такое слово «низвести». «Низвести» означает «снизить», «понизить». Итак, каверза заключается в том, что нужно обязательно отличать, где корень, а где приставка. Если вы неправильно определите приставку и захотите применить правило, которое мы сегодня выучим, вы напишите слово «неправильно». Отличайте морфемы друг от друга. Первая каверза, с которой мы сталкиваемся, изучая приставки на «з» и «с», это удвоение согласных на стыке корня. Итак, прибавьте приставки на «з» и «с» к отрезкам слов. Слова, которые у вас получились, запишите в тетрадь. Вам помогут морфемы, которые написаны внизу. «Раз», «раз», «воз», «воз», «без», «без». Поработайте. Ну и что же у нас с вами должно было получиться? Какие слова? Значит, на стыке приставки и корня, если согласные повторяются, мы обязательно должны написать две согласные. А теперь давайте потренируемся таким образом. Вспомните, как называли Кащея в русских сказках. Я думаю, вы быстренько ответили «Кащей бессмертный». Сколько «с» мы напишем в этом слове? Правильно, две буквы «с». А что делает знаменитый сыщик Шерлок Холмс? Совершенно верно. Он расследует преступление. И в слове «расследует» мы тоже напишем две буквы «с». А кто помнит, как звали в стихотворении Маршака человека, который жил на улице Бассейной? Ну, конечно же, вы молодцы. Человек рассеянный. В слове «рассеянный» мы тоже напишем две буквы «с». Ну, а теперь довольно трудное задание. Вот тут у нас слова замаскировались, как будто бы это вовсе и не слова. Помогите разоблачить эти слова. Допишите недостающие буквы, чтобы у нас получились слова. Я думаю, вы справились с этим заданием. У нас получилось слово «расставить». И здесь тоже мы пишем две буквы «с». Обеззаразить. Это значит сделать незаразным. Здесь мы тоже пишем две буквы «з» уже на стыке, приставке и корне. Есть такие ошибкоопасные слова, про описание которых лучше всего запомнить. Запишите их, пожалуйста, в тетрадочку. Это такие слова. Расчет. Расчетливый. Но расчитать. Итак, запоминаем в словах расчет, расчетливый. Теперь мы пишем одну букву «с», потому что корень не начинается с буквы «с». А вот в слове «рассчитать» приставка оканчивается на «с» и корень начинается с буквы «с». Ну и еще не путайте такие два слова «расцвет» и «расцвет», потому что у этих слов разное лексическое значение. А теперь составьте по одному словосочетание, используя эти слова. И еще одна каверза, связанная с правописанием приставок на «з» и «с». Ученики пятого класса писали диктант. Вы тоже это очень часто делали. Диктант был словарным. И одна девочка написала слова так. «Раздаваться», «встрепенуться», «растилаться», «беспокойство», «сделать», «сбить». Как вы думаете, какие слова девочка написала неправильно? Конечно же, вы догадались. Это слова «не догадались», вы это знаете. Это слова «сделать» и «сбить». Но, когда девочки указали на ошибку, она ответила так. После приставки стоит «звонкая», значит, я должна писать «звонкую» согласную. Объясните девочке, в чем ее ошибка. Я думаю, вы вспомнили материал предыдущих уроков и ответили, что в этом слове приставка не на «з» и «с». Здесь приставка «с», а приставки «з», все знают, не бывает. Запомните, как бы ни звучала приставка «с», она тоже любит маскироваться, любит надевать другие одежки. И притворяться, что звучит звонко. Пишется приставка «с» всегда одинаково, только «с». Ну и вот давайте произнесем с вами вместе такое заклинание. Вместе читаем. Пусть никто никогда не забудет. «З» приставкой не была и не будет. А вы помните, что есть такие слова, в которых в начале «з» все-таки пишется, но здесь никакой ошибочки нет, потому что «з» в этих словах является частью корня. Ну, запомнить эти слова очень легко. Обрати внимание на «здесь», «здоровье», «здание». Однокоренные слова «здешний», «здравствовать», «здравница». В этих словах в начале мы тоже будем писать букву «з», но вы помните, потому что «з» является частью корня. Итак, подведем итог каверзам приставок на «з» и «с». На стыке приставки и корня мы будем писать удвоенную «з» или «с». Приставки «з» не бывает, есть только приставка «с». Обычно в приставках на «з» и «с» гласная всегда одинаковая, но есть приставочки, в которых гласная меняется. Это приставки «раз», «роз», «раз», «роз». Но большой трудности здесь нет, потому что под ударением мы будем писать «роз» и «роз», а без ударения будем писать «раз» и «раз». Например, «розыск», «розпись», «разыскивать», «расписаться». Для того, чтобы закрепить правила про описание приставок «раз», «роз», «раз», «роз», выполните упражнение 60-е на страничке 166-й вашего учебника. А теперь очень интересное задание. Оно не простое, но это задание для тех, кто любит решать разные головоломки. Итак, нам пришла телеграмма от мистера префикса. Ну, вы помните, это наш знакомый детектив, который помогает изучать приставки. Чтобы расшифровать эту телеграмму, нужно посмотреть на слова, которые находятся в правом столбике и брать из каждого слова только нужную морфему. Например, из слова «выучить» нужно взять приставку. Записали себе приставочку? Из слова «бессмертный» тоже возьмите приставку. Из слова «корень» возьмите... Из слова «наподобие» возьмите корень. А из слова «бескорыстный» возьмите суффикс. Добавьте «окончание» и слово «расчётливые». Корень из слова «учить». Суффикс из слова «сгореть». Ещё один суффикс из слова «отличник». Я думаю, что вы все отличники. И окончание из слова «розыгрыши». У вас получился текст телеграммы. Прочитайте его. Вот он наш мистер-префикс. Спасибо тебе за эту телеграмму, потому что получилась у нас такая телеграмма. Вы бесподобные ученики. И это действительно так. Итак, подводим итоги. Сегодня на уроке мы научились различать приставки. Писать слова с удвоением «с», «с» и «з» на стыке приставки и корня. Мы научились правильно писать приставки «раз», «рос», «раз», «рос», «раз», «рос». И я желаю вам дальнейших успехов в изучении приставок. Вы сегодня очень хорошо работали. Спасибо! Субтитры создавал DimaTorzok